Ну и снова здравствуйте. 1 апреля еще не закончилось. У меня на часах без восьми минут десять вечера. Снова, если вы не видели то видео про пустые коробочки сладкие, вас с этим днем другом. Ну и пожалуй начнем. Тут у меня такой красивый пакетик, в котором у меня всегда накопилось всяких пустых баночек. Не жратвы. Это типа, та была у меня первой половины марта, а это вторая половина марта, пустые бутыречки. Сейчас их будут доставать и говорить. В общем у меня закончилась вот эта вот сладкая ваниль, пена для ванн, 250 мл от Эйвен. Наташа из Америки уж прости, я тогда еще не была с тобой знакома, я не знала, что их там тестируют на ком-то там. Короче говоря, я ее когда покупала, я надеялась, что в нее будут пахнуть ванилью. Знаете, и Фраше вот была-то, у них такая, в Лизернатор коллекции, там была такая ваниль, бурбонская ваниль, кажется. Вот ваниль, пахнет ванилью. Тут же пахло, конечно, ванилью, но такой, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть заметной. Настолько размытой ванилью, что если бы не мой отличный отменный нюх, я бы ее вообще не унюхала. В пене ни она нифига не открывала. Пена, конечно, классная, вот эти ионские пены, они мне нравятся, они хорошие, такие пены, держат эту пену, не вонючая, непонятно чем, но хорошая такая пена. Я пару раз ее пользовала как пену для вам, пару раз пользовала как гель для душа, несколько раз пользовала как жидкое мыло, благо теперь у меня стоит жидкое мыло, но, к сожалению, я его не могу обозрить, не обозревать же мне просто жидкое мыло, которое я купила чуть позже, чем те покупки, которые были в покупках нарко, да? Потом вот эти баночки обозрю. И еще, я им даже стирала какую-то мелкую мелочь, и в основном я его потом заюзала как вот этот, да, вот гель, я тоже два раза пользовала, капала по чуть-чуть в пенку для ножек, вот сейчас я что-то опять забросила эту пенку для ножек, в смысле тазики для ног, ну, надо восстанавливать, возобновлять. Сделано оно было, кстати, в сентябре, 15 сентября 2016 года, кто-нибудь в каментах опять вякнет, зачем я говорю дату, когда оно сделано. Вот хочется мне! Вам не хочется говорить, снимайте свои видосы и не говорите там. В общем, такая желтоватая пенка была по цвету, я такую больше не куплю. Не потому, что ее тестируют на животных, или на чем там они ее тестируют, вообще, слушайте, вот так задуматься, если ее правда тестируют, а то я ее на животных, это сколько уж не химии. Вообще, так я косметику, извиняюсь, нахрена косметику тестировать на животных, это ее будут пользоваться человеки. Вот я на себе тестировала, Савадри, я же не животная, в каком-то плане тоже животная. Короче говоря, в общем, из-за того, что она хрен знает, как пахнет этой ванилью, совсем не пахнет ванилью. Не, там ваниль, но она такая размытая, из-за того, что она настолько размытая ваниль, я ее похвать не буду. Нафиг. Если вы любите такой чуть заметный аромат ванили, то я вам советую, потому что она сама вся хорошая. Короче, у меня закончилось, тут совсем чуть-чуть осталось, но сволочь такая не выдавливается. Хоть я и ставила ее кверх ногами, чтобы она выдавилась, но она гадина такая не выдавливается. Не проверяйте, на 7 раз мне его хватило, всего лишь, сколько тут, было-то 100 грамм. Я думала, у меня раз на 5 хватит максимум, ну никак не на 7. В общем, это у нас Жанна, польская косметика, боди натурия, пилинг, смузи, грейпфрутовый, красный грейпфрут от Насты Зарезко. Она мне, кажется, посылала на день на день в подарок. Так это, подарок от подписчицы, потому что я не ждала от него вообще, как бы. Вообще, классная такая вещь. Оно, знаете, вот сначала наносится, и вроде как никакой пены нафиг нет. Хоть рукой наноси, хоть мочалкой, хоть губочкой. Сейчас у меня губочка вместо мочалочки. Подарила мне тетя на 8 марта. Вообще, 8 марта церковские подарки как-то не обозревала, получается. Так, ну, не лень было в основном. Но мне что-то дарили. Ну и, в общем, короче говоря, не только те конфеты, которые были в предыдущем обзоре. И сначала так вот, потрете, потрете по кожу. И она начинает пениться. И вот, с одной стороны, он как гель для душа такой, конкретно, хорошо пенищийся. С другой стороны, он такой вот скрабирующий. В общем, классная такая вещь. Пахнет очень вкусненько. Даже сейчас еще пахнет гранатиком. И у меня там еще есть, по-моему, грушенькой. Но грушеньку я еще пока не открывала. В общем, большое спасибо, Насте, за резкость, за возможность попробовать, за подарок. Вообще, классная вещь. Я бы у нас такие не видела, но если увижу, то себе приобрету, потому что очень классно. Сама по себе мне вот эта Джанна. Не только потому, что, блин, в ребятах девушку звали Джанна, она мне дико нравилась. Но еще и потому, что вот это вот, в самом себе очень классная вещь. И крема у них для рук хорошая. И вот эти вот, фигнюшка тут хорошая. Так, кстати, вот о кремах для рук. У меня почти закончился, там на 2-3 применения нарасталось. Это из того набора. Второй кремик. Это у нас та же самая Джанна. Это у нас был крем для рук с глицерином и инфляктом лимона. Защитный. 50 грамм. За месяц ушел. Такой классный крем, вообще, знаете. Ну, на 4 с плюсом, на 5 даже, дотягивает этот крем. Вот он. Был белый такой. Вот тот-то крем, как он там, савадри вообще шикарный. Но я пока решила вот этот доделать. Я вообще люблю крема с этим, с лимончиком, с глицеринчиком. В Гринмаме есть какой-то крем с лимончиком и протеинный шелка, что ли. Вот такой он. Он жидкий очень. Он еще по тем временам, по тем ценам был дорогой по сравнению с другими кремами для рук. Но он настолько классный. В общем, если вдруг чего-то, покупайте в Гринмаме крем такой. Там беленький филакончик такой, лимон или протеинный шелка, что ли. Что-то такое. Но лимон там точно есть, и лимон нарисован. В общем, очень классный. В общем, я люблю крема для рук с лимоном. В общем, если увижу, то себе приобрету. Классный. Спасибо, Насте, большое. За подарок и возможность попробовать. Так, у меня тут тестер закончился. Тут, ну что, 2 мл был этот. Да, 2 мл. Это полно на 8 марта, что она мне посылала. Маленькую такую посылочку. Сюрпризом вообще. В общем, это у нас эссенс мини для губ. Сейчас, кстати, он на мне, правда. У меня перед этим была помада Никсовская. Я не помню, какая. Или бордовая, или красная. От Дили. И я просто ходила там по гостям еще сегодня. В результате она, кстати, очень стойкая. Даже когда ешь, ну, она, конечно, на еде там остается слегка. Но на губах тоже. У меня чуть-чуть еще осталось этого Никса. И я, по-другому, нанесла это. В общем, он очень-очень густой и липкий. Ну, блеск, наверное, в принципе, должен быть липкий. Но он практически прозрачный. Такой, что-то такой. Ну, блеск и блеск. Обычный блеск. Я тогда делала слость. Но на моей загорелой этой коже, которая, смуглая кожа, но его тупо не видно. Ни в камеру, ни я сама не вижу, куда я нанесла. В общем, прикольно. Спасибо за возможность попробовать. Я даже не знала, что такие бывают малюсенькие блески. Так, что там у нас? У меня закончился. Вот сейчас я не помню, какой-то из этих лимитов мне дарила Настя Лукьянова. А какой-то я попробовала сама. Какой из них, какой, я не помню. Мне, конечно, надо было посмотреть видос, чтобы вспомнить. Я же обозревала, что какое. Ну, в общем, чтобы не обидеть никого. Я не помню, чей это. То ли подарок, то ли покупка. Это у нас лимитированная коллекция и фрошей, гель для душа, и ванны, и хлюква, и миндаль. 200 миллилитров. Кстати, я его юзала два раза, как пену для ванны, потому что это такая хорошая пена. И как гель для душа. Не помню, насколько мне его хватило, но пена от него хорошая. И как пена, и как гель. В общем, классная вещь. И запах у него вкусный был. И сейчас еще чуть-чуть пахнет. И вообще, я когда увидела эту клюкву, меня еще спрашивали там в подписке, в комментариях, типа того, что буду ли я ее покупать. И что, так, ну, она клюква, гель, 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 гель. Прикольный такой. Соба мне порадовала, как пена для ванны, так он пена, пена, пена. В общем, конечно, я вам его советую. Он, конечно, сделан во Франции, вообще вещь шикарная, классная, я не помню, сколько он стоил. Но своих денег, я думаю, он стоил. В общем, полный восторг. Так, я тут, кстати, это, заюзала этот миньку. Там еще так прикольно открывается. Вот, как Аленка сказала в каком-то своем обзоре, хорошо брать с собой. Действительно, очень хорошо, удобно так его брать с собой. В общем, это у нас Sephora, голубая лилия или синяя лилия, крем, гель для душа. Сделан во Франции, из Франции. 7,9 миллилитров. Он такой, знаете, вот примерно, даже не знаю, молочно-голубого такого цвета был, молочно-синего даже, молочно-сине-фиолетового, наверное, цвета был. Он приятно так пах, не термоядерно, но приятно пах от лилии, и он такой действительно кремовый. В принципе, была бы у меня немножко другая мочалка, или если бы я сообразила, как его нормально выдавливать сразу же, мы его бы, может, даже на два раза бы хватило. В общем, прикольная вещь, неравно не видела. Всего вижу полноценную, то себе приобрету. Спасибо, Настя, это возможность попробовать. Классная вещь. Так, и тут у меня еще чего-то такое. А, это пробник. У меня это фраше было, на столе валялся, стабильно прибиралось, его куда-то складывала, пыль протирала, обратно ложила. И тут до меня зашло что-то пробник. Я решила его затестить. Мне кажется, у меня был маленький такой менюшка. 15, что ли, миллилитров или 10, фиг знает. Это, короче, матирующий крем-гель, комбинированная и жирная кожа. Наносить утром и вечером на кожу лица, избегая контура глаз. Это у нас Сибулы Житаль. Вроде как в 3-1, или что в этом роде. Слушайте, я даже на бумажке написала, чтобы не забыть. Сейчас прочитаю по шпаргалке. В общем, он быстро впитывался, вообще классно впитывался. И вот кожа вот реально, вот таким бы я пользовалась, наверное, кремом. Такой бы я себе, наверное, даже купила. В общем, она бархатная была. Вот, может, он реально там как-то... Че он там делает-то? Че он делает-то? А, матирующий крем, да. Вот он, наверное, матирул, что она такая вот была и не блестящая, и, может, классная кора. В общем, если у вас там какие-нибудь напряги, или вы не хотите этими тональниками пользоваться, а вот такую салютную фигню, можете сначала там пробегать, а можете полноценный купить, я не знаю, сколько он стоит. Собой же, так, ну, я думаю, они периодически по скитке бывают. И по скитке я тоже не знаю, сколько он стоит. Короче, кожа бархатная. После нанесения не липкий, не стягивает, никаких либо неприятных ощущений на коже нет. И сам по себе он густой. Я думаю, его бы хватило пробника на два раза, но я что-то так выдавила, что он у меня... Кстати, тут еще что-то выдавливается. Да, немножко выдавилось еще. Короче, если бы я его равномерно выдавила, а не так, а там, иногда, знаете, выдавишь. А куда это все девать? Я вам чуть ли не на уши марлю. В общем, вот такие у меня были пустые баночки. Когда-нибудь мы запишем с Аленкой совместные пустые баночки, у нас тут все как-то не сочетается. И я пришла, мне он тут приспичило в день дуража написать эти пустые баночки. Так что вот, если вы досмотрели до конца, я не зря тратила время, снимала тут, хотя я хочу дикого ванну с пеной. Я тут трын-дучу, у меня немножко уже болит горло. В общем, если вы досмотрели до конца, вы словили положительные эмоции. Если вы досмотрели не совсем до конца, вы их не совсем словили. То бишь вы не услышали, как я говорю, что вы словили положительные эмоции. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Я помню про обзор на чай. Я его сделаю как-нибудь постараюсь на следующей неделе. В общем, теперь точно пока.